как стать неаполитанцем граффити довольно уродливые дома тоже не шедевры архитектуры как они здесь ездят какой-то настоящий пизла в дорогу переходить страшно все формы немного изменилось капрэза морепродукты они суммы между мертонсом и анчалотти я чашка уже пустая но я уже опоздал на три встреч на поле фурева форца рим с флоренцией архитектура старые здания в общем камни а неаполь софи лорен дьего марадона лоренци инсини это люди именно люди кстати неаполь 3 по величине город в италии не просто 3 по величине город в италии это самый густонаселенный город италия возможно и всей европы такой бурлящий котел людской жизни как говорил павел муратов наш известный российский путешественник начала 20 века кто не видел неаполь тот не видел зрелище народной жизни ну и в общем увидеть зрелище народной жизни то есть вот не делать ничего с утра до вечера ходить по улицам наслаждаться и понимать как стать неаполитанцем можно ли русскому иностранцу стать неаполитанцем нужно спросить у самих неаполитанцем это На севере отношения к нам очень плохие. Они нас называют Террони. Это не то, чтобы обидно, это какой-то нацизм. Сперва они на трибунах поют, что, дескать, вы не итальянцы, а потом приезжают отдыхать сюда, на Искию и Капри. В Неаполе хорошо относятся к любым приезжим, но понять неаполитанцев очень сложно. Это правда необычный город. Неаполь — контрастный город, и у нас любят муссолить тему Неаполя. Все вызывает шум. О, в Неаполе у кого-то украли роликс. Давайте обсуждать. То есть я бы не сказал, что сейчас этому придается большое значение, потому что есть в Италии и другие регионы, которые славятся этим. Но с точки зрения вот именно бытового момента, наверное, те, кто идут в Неаполь, должны быть особенно внимательны. Внимательны с точки зрения грабежей или просто краж в карманах? И то, и другое. У вас на севере всегда туман. Есть у нас такая песня. Для детей любой успех Наполя — это праздник. А для взрослых — еще и победа над севером. Пощечина Милану или Турину. Мне кажется, так сложилось исторически. Еще с того времени, когда Неаполь не ладил с совойским герцогством, а у них была столица в Турине. На самом деле объединение Италии завершилось только в 19 веке. Ресторджементо, Национальное возрождение, Гарибальди и так далее. До этого Италия представляла собой множество мелких и крупных государств. Это нам кажется, что все это предание старины глубокой и не имеет никакого значения. А итальянцы все помнят. Та же самая история с другими крупными городами на севере Италии. Верона, Верона, Милан и Рим, конечно. Неаполитанцы чувствуют себя другим народом, живущим в другой стране. Мы на самом деле не такие уж жестокие ребята. Туринцы вон поют. У вас Везувий, пусть он на вас извергается. Сонне Везувиано, под Везувием. Под Везувице, если хотите, небольшой городок, где, кстати, живут обеспеченные люди, действительно расположены у самого подножья самого знаменитого в Италии вулкана. Мы сюда приехали, потому что говорят, что для неаполитанцев прическа, укладка, стрижка очень важна даже на фоне всех остальных итальянцев, которые тоже этим вопросом интересуются. А здесь самая главная футбольная барберея парикмахерской Италии. А он перед матчем с Ивентусом, да? Да, я их укладывал. С Блаттели сложно? Нет. Нет? А Буфон тоже стрижется, да? Калеон, это не так. А, Калеон. Дежис, перфекто. Нет, Максима Витцис. Максима только, я первый русский. Да, да, я всегда этого избегал, но он мне сейчас выберет парабос, смотри. Мэртенс. Передо мной был Мэртенс. Кармена, а сам меня у Наполитана? Да, я не знаю. Грация, мили, грация, мили. Я очень, я прям пойду сейчас, забью Ювентус. Обалдеть. Грация, мили. Форция на поле. Форция на поле. Майк Марадон и с автографом, но Кармена говорит, что Марадон, он не стрик, а стрик корректно. Но автограф настоящий. Диего Армандо фальшивку не выдает, как известно. Вот я стригусь обычно, ну, когда практически теряю человеческий облик. А футболисты стригуются и укладываются один раз в неделю. Вот передо мной был Мэртенс, а дальше Кармена будет стричь Анчелотти и Калихон и укладывать. То есть вот между Мэртенсом и Анчелотти и я. Мы уже собрались было уходить, но тут наш оператор Евгений, бывалый человек, обратил внимание на то, что Майку Марадону надели на женский манекен. Ну, вот этот футбол в Вега стал только сексуальным. У Марадонны была спортивная война с Ювентусом. Он был защитником Неаполя, а Святой Януарий — святой, принадлежащий Неаполю и защищающий его. Святой Януарий, или просто Сан-Дженаро, священномученик, которого чтят и католики, и православные. Неаполитанцы считают Святого Януария своим покровителем и заступником уже лет 500. Все время упоминают его в разговоре. Они религиозны, но при этом не считают кощунственным ставить рядом имена святого и футболиста. Марадонна был нашим воином. Он в одиночку сражался с силами Севера. Конечно, Марадонна велик. Месси и Роналду близко не стоят, подтверждаю. Нет и не может быть никого, кто сравнится с Марадонной. Марадонна — земной покровитель Святой Януарий Небесный. Похожая роль. Им поклоняются, у них ищут счастье, они помогают отвлечься от проблем. Сложно сказать, сколько сохранилось игровых майк Марадонны. У серьезных коллекционеров их по 10-15 штук. Самая дорогая майка Марадонны может стоить 5 или даже 10 тысяч евро. Зависит от важности матча. Я, правда, таких денег никогда не тратил. Купить сейчас майку Марадонны сложно, в интернете не найдешь. Нужно быть в этом бизнесе. Но если хотите, вам уступлю за хорошую цену. Вот за это предлагали 2 тысячи евро. Я отказался. Марадонна — персонаж, которого ни с кем нельзя сравнивать. В детстве у меня были и другие кумиры, но Диего есть Диего. Марадонна остается настоящим идолом для взрослых людей даже сейчас. Месси в Няполе, но его встретят как настоящего чемпиона, суперзвезду. Если сделает то, что сделал Марадонна, окей, станет героем. Марадонна уже был идолом Няполя еще до подписания контракта. Его на стадионе встречали 70 тысяч человек. Все равно Марадонна будет кумиром. Следующие поколения его только так воспринимают. Даже те, кто на поле-то его не видел. Марадонна для нас значит все. Ему в Няполе все можно. Все. Для меня он вообще как сын. Вот у меня в телефоне есть фото с ним, и я этим горжусь. Есть знаменитый покровитель Няполя Святой Януарий. После Святого Януаря идет Марадонна. Гол Вероне. На поле-Верона Марадонна забил чуть ли не с центра поля. Вы никогда не найдете неаполитанца, который скажет, что Месси сильнее Марадонны. Никогда. Марадонна для меня бог, но он играл в городе, который его слишком сильно обожал. А мне была необходима команда, которая работала и страдала. А Марадонна нет. Это абсолютная поэзия. Когда в городе появился Диегорман, до Неаполи узнали все. До времен Марадонны при упоминании Наполи вспоминали только одно. Мафия Камора. Да, конечно. Многие неаполитанцы говорят с диалектом. И в твоем любимом фильме «Гамора», например, артистов подбирали исключительно неаполитанцев, ибо в фильме должен был исключительно неаполитанский диалект присутствовать. Не только мне, но и многим итальянцам с севера практически невозможно его понять. И даже с юга, и с центра Италии. То есть это специфическая вещь. Вот вам сравнительно бедный квартал Неаполя, Сан-Джованни-Атидуччо. Под ногами много Юентуса, как сказали бы неаполитанцы. Граффити довольно уродливые. Дома тоже не шедевры архитектуры. Но странно было бы, если бы в таком районе не присутствовал незрима Марадона или зрима. Потому что, если помнят где-то, ну, во всем Неаполе помнят про Азваску где-то, но здесь, разумеется, не забудут никогда. Но это просто невозможно, потому что это самые волшебные времена. Художник Джоретт, но он наполовину голландец, наполовину неаполитанец. Имя-то, наверное, Йоретт голландское, но здесь его знают как Джоретта. Он местный человек, и он делает вот эти свои знаменитые огромные граффити. Диего Армандо, образца примерно 2010 года, Диасумано, бог людей, и слева мальчик-аутист Эсэре Умани, быть людьми. Кроме того, в глазу у Диего еще зашифрована надпись Астра Семпра. Астра Семпра, Диего Армандо, веди здоровый образ жизни, ты нас пугаешь в последнее время. Будь здоров, не злоупотребляй всякими плохими привычками и живи долго. Это серия граффити художника Джоретта, сделанной по инициативе жителей неблагополучных кварталов. Еще Джоретт изобразил Святого Януария с лицом реального человека. Некоторые думают, что это лицо Марадоны, но это не так. Джоретт хотел показать, что каждый неаполитанец должен вести себя так же. Мне кажется, привычки, бытовые вещи, скажем так, отношение ко времени, отношение к чистоте, отношение между людьми. То есть устанавливать отношения между людьми на севере, наверное, проще, потому что на юге очень много. Люди более открыты, более коммуникабельны, но с деловыми вопросами, мне кажется, там будет несколько сложнее. У итальянцев вообще большая любовь к кофе, но у неаполитанцев так считается, что эта любовь особенная, очень большая, и здесь долго сидеть за чашкой кофе не принято. Действительно, если вы видите, что в Италии человек сидит и пьет кофе, скорее всего, это турист. Хотя, конечно, это социальная особенность. Вот, например, в Скандинавии принято как раз пить кофе неторопливо. Все эти там фика, хюги, уют. Но при этом, что любопытно, скандинавы все успевают, а итальянцы, хотя все делают на ходу и торопятся, они всегда опаздывают. Чашка уже пустая, но я уже опоздал на три встречи. Вот эти опоздания накопились, и уже, значит, часа полтора, непонятно где пропадаю. Я побежал. 30 лет назад я возвращался из Милана одним самолетом с Марадоной. После полета снял с кресла несколько его волос. Подумал, что в Неаполе популярны небольшие алтари. Их обычно делают в честь святых. Но Марадона для нас бог. Так что я сделал такой алтарь с той кофейней. Там хранится эта прядь. Ленин в Неаполе встреча с Ювентусом матч года. Это вообще самое важное. Ребята, я свою свадьбу в 73-м году перенес на неделю из-за матча Наполе с Ювентусом. И все равно потом на свадьбе смотрел футбол. В тот день мы играли с Интером. Почему именно Юве? Юве самый сильный клуб Италии. Клуб Аньели. Гигант севера. В полуфинале итальянского чемпионата мира 90-го года сборная Италии в Неаполе играла против Аргентины. То есть против Марадоны. Часто говорят, что в 90-м, когда в Неаполе играли Аргентина и Италия, мы болели за аргентинцев. Это неправда. Я болел за Италию. Я плакал, когда аргентинцы выиграли. Я тогда болел за Аргентину, как все неаполитанцы. Мы вообще себя не чувствуем итальянцами. Когда в Лиге чемпионов играют, например, Ювентус и Атлетико Мадрид, мы в Неаполе всегда будем болеть за Атлетико Мадрид. Не может быть неаполитанцев, болеющих за Ювентус. Но, может быть, если только в области кампании, Роналду никогда не сможет стать таким же идолом, как Марадона. Нет той харизмы. И потом, Туинцы не неаполитанцы. Чтобы стать чемпионом, нужно купить судей. Только так можно обыграть Ювентус. Неаполитанцы гостеприимные, всех принимают, охотно помогают друг другу. Ну нет, Игуаину помогать не будут. Я всегда рад, когда моя команда на поле. Но если Наполе обыграл Юве, я счастлив. Меня на стадионе все знают, на Курва А уважают больше, чем президента клуба. Я 60 лет на матчах. Я школу прогуливал ради тренировок в Наполе. Выпью глаточек, ладно? Только не говорите сыновьям, они ругаться будут. Мне было всего три года. Мой первый матч на стадионе выезд в Болонию. Да, три года. Тогда в Неаполе было знаменитое землетрясение, а я с отцом в это время смотрел футбол в Болонии. Я впервые был на игре в 57-м. На 30-тысячном стадионе было 1050. Люди прямо возле поля сидели на земле. Мы выиграли у Ювенуса 4-3, мне было 13. Мой первый матч Наполе-Самбдориа. Марадона в падении забил головой, хотя все думали, что он пробьет ногой. Наполе-Самбдориа. Де Лауренти за 4 года вернул команду из серии Чи в борьбу за Скудетто, но никогда не пытался наладить отношения с Тифизерией. Да и стадион устарел, так что посещаемость сильно упала. Раньше такого не было. В Италии больше нет лучших игроков мира в каждом клубе. Причина — кризис экономики. Нет прежних денег. Все вынуждены экономить. Мы привыкли, радуемся малому, привыкли надеяться на будущее. В Анчелоте многие верят, кстати. В Анчелоте крутой мужик, но еще одним святым для Неаполя не станет, как им не стал Сари. Все дело в президенте. Он должен быть настоящим фанатом. Ферлайна фанатом был, а Де Лаурентис не такой. Де Лаурентис все делает правильно, но многие все равно недовольны. Когда Наполе вылетел в серию Чи, болельщики поддерживали команду, но по-настоящему помог Де Лаурентис. В Италии только одна команда с хорошим экономическим потенциалом — Юве. Своего Лестера здесь нет и быть не может. Лучшее, что можно найти для Наполе — Де Лаурентис. Привлечь в наш клуб иностранные инвестиции очень сложно. Неаполитанские улицы — это, конечно, полный ад. Все бибигают, вот так вот поворачивают хаотично по встречке мотороллеры. Тут люди чуть не сталкиваются, такси несутся. В общем, как они здесь ездят, какой-то настоящий бедлам. Дорогу переходить страшно просто. Но, в общем, все переходят просто так, без светофора. Впрочем, на ужасное движение в Неаполе жаловались еще английские путешественники начала 19 века. Каждый раз, когда они готовились перейти ривьеру Детяджа, они внутренне прощались с жизнью, потому что боялись быть сбитым экипажем. Ну, с тех пор, в общем, немногое изменилось. Как вы вообще здесь ездите? Это же невозможно. Толпа мотороллеры. Как вам это удается вообще? То есть аварии редко бывают? Мотороллеры не раздражают его? Нет. По-моему, а потому что я же тут как бы, так сказать, гидатуре моторолёв моторолёв Но, в принципе, не хватит. Иногда, 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 иногда нет, зависит от дня. Да, это зависит от каких-то гидатуре или машин, для того, чтобы его привлечь в квартиру, в аэропорт, или в центре. Часто? А, на YouTube. Да, на YouTube. Таксист интересовался. как ему посмотреть 4D. Мы ему написали, он будет смотреть. Вот правильный итальянский неаполитанский таксист. Человек знает жизнь. Всем смотреть 4D, четкий футбол, планета футбола. И чтобы стать настоящим неаполитанцем, нужна настоящая, неподдельная, фирменная майка Наполя. У них Капо технический спонсор. Я в Москве Капо не видел сто лет. Если Капо хочет нас заспонсировать, мы только за. И, разумеется, майка должна быть игрока из Неаполя. Лоренцо инсиньор. Байки Наполя можно притвориться местным, но стать своим даже это вам не поможет. Все майки игровые, но я их покупал или кто-то подарил. Всего их у меня 550. Что-то около того. Самое красивое — вот это красного цвета, что для Наполи необычно. Это редкость из 80-х. Но для меня самая красивая — вот это, голубая. В ней выиграли Скудетта. Я не хожу в этих майках на матчи. Для меня они как произведение искусства. Ну, как картины в музее на стене. Игуаин — выдающийся нападающий. Таких в Наполе за 30 лет было двое. Он — Докарека. У меня есть игровая майка Игуаина. Хотя я его, конечно, ненавижу. Все очень просто. Наполе, потом семья, затем Марадона. То, что так хорошо идет этому городу, не идет в стране в общем. Сейчас бывает так, что дети в Неаполе болеют за Роналда или Ибрагимовича. Но это редкость, и мне это непонятно. Мы всегда за свою землю и за свою команду. Я больше неаполитанец, чем итальянец. Любить Неаполь, быть настоящим неаполитанцем, болеть за Наполе. Наполе для любого неаполитанца — это огромная часть жизни. С понедельника по воскресенье. Всю неделю. Наполе — это все. Это семья, это родина. Неаполь тут у каждого в крови. У любого неаполитанца. Город очень пестрый, а мы очень странные. Я уехал из Неаполя давно, и земляки меня иногда удивляют. Неаполь — город-государство с исторической точки зрения. Так всегда было. Здесь всегда жили своей жизнью. На Сардинии моего сына как-то не пустили в туалет с ребенком. Я вам точно говорю, это расизм. Не любят они неаполитанцев. Наполе, затем семья. Хотя на самом деле это одно и то же. Потом Италия. Некоторые неаполитанцы не интересуются судьбой Наполи. Есть такие. А как по мне, болеть за Наполи — это жить на своей земле. Пазолини когда-то говорил, неаполитанцы — это племя, которое живет в очреве морского города. Теперь осталось сожрать еще что-нибудь вкусное. А если говорить просто, посмотреть, как обедают настоящие неаполитанцы, здесь, как и во всей стране, это, в общем, такая процедура. Целая, так что обеда в настоящем неаполитанском ресторане. То, что необходимо, то, что нужно, ну и посмотреть на неаполитанцев заеду. Они шумные очень. Да, это обычный неаполитанский обед. Толпа народу, все орут, разбили тарелку, капрезы, морепродукты. Вот эта свинина местная, вот, паста тоже есть томатная. Простая домашняя еда и приятные, приятные слова, ласкающие душу неаполитанцев. Вот там женщина обнаружилась, она сказала, честно, что она из числа Ювентини. Ну, ничего, бывает, бывают и такие вот в жизни огорчения. Приятного аппетита. Кстати, нам тут еще и вина принесли. Чтобы стать неаполитанцем, вам придется родиться в Неаполе. Другого пути нет. Стать неаполитанцем нельзя. Здесь нужно родиться. В Неаполе, мне кажется, даже если ты знаешь итальянский классический язык, то есть это тосканский диалект, прижиться будет невозможно. Наверное, во многом это как юг нашей страны или как юг бывшего Советского Союза. Ты можешь туда приехать в гости, и тебе все понравится, тебе будет прекрасно и комфортно. Но остаться там жить, наверное, будет не так просто. Нет уж, надо родиться в Неаполе, чтобы понять, что такой настоящий неаполитанец. Время туриста могут отправить в другую сторону, если он не понравится. В Неаполе такого не бывает. Сами возьмем и за руку отведем. Но не болельщиков Ювентуса, конечно. Из иностранцев только двое, Марадона и Гамшек, стали неаполитанцами. Да, Марадона стал неаполитанцем, потому что помог тягаться с севером. И сейчас все надеются, что когда-нибудь Наполе вернется на тот уровень. Неаполитанцы не отталкивают от себя. Но здесь нужно родиться. Только так поймете неаполит. Неаполитанцы не обычный народ. На протяжении тысячелетий их завоевывали другие народы. Именно поэтому, чтобы стать настоящим неаполитанцем, нужно родиться в семье неаполитанцев. Везувий не извергался с 1944 года, а разрушительных извержений не было с 79-го, почти две тысячи лет. Ну, то самое извержение, которое Помпеи погубило. Но, видимо, вот эта энергия, пламя и огонь, в общем, есть до сих пор в каждом неаполитанце. Они люди бешеного, взрывного, абсолютного темперамента. На первое место ставят свой город. Ну, и команду Наполи. Это почти одно и то же. На вторую семью. На третье Диего Армандо Марадону. Там дальше Гамшик. И только потом, видимо, уже в целом Италия. Можно ли стать неаполитанцем? Выясняли? Ну, наверное, можно. Марадон уже стал или Гамшик стал. Но для этого надо любить Неаполь. Понимать его, чувствовать. Ну, и, разумеется, любить футбольный клуб Наполи. Без этого никуда. В общем, Наполи forever, форса Наполи. Это государственная граница Италии и Ватикана. С армейского поля Лапсо переехал в парк. Очень мило здесь написано меню на русском языке. Джерона – центр каталонского сепаратизма. Планета футбола забралась почти на экватор. Инженерное чудо. Денис Алхазов, Кокоспорт, Россия. Абсолютный какой. Мы идем на матч в Сингапурской футбольной лиге. Когда мы снимали здесь в 2012 году, я в этом фонтане умылся, чтобы вернуться снова с планеты футбола. И основали Барселону в самом центре, в двух шагах буквально. От Ла Рамблы. Великий клуб от сегодняшнего миллиардного международного бренда. Телекоммуникационная башня, построенная к Олимпиаде. Великобритания, Кокоспорт, Российской Федерации. Какой врач? Франции. Франции. Украинской Федерации. Окей! В общем, стадион красивый, людей много, но атмосфера такая очень спокойная. В Берар не трынди, в каталоге есть еще команда, кроме Барселона. Великобритания, Кокоспорт, Российской Федерации.